Привет! Ты и я проводим в среднем на рабочем месте около 40 часов в неделю, а это треть всей жизни. Каждый человек в праве самостоятельно делать выбор, как относиться к своей работе. Ходить на работу просто для того, чтобы зарабатывать деньги? Или добиваться успеха на любой должности, которую вы занимаете? Ведь не место красит человека, а человек место. Ведь не каждому человеку дано быть отличным консультантом. В тебе, как в специалисте, есть огромный потенциал. Ты сможешь достичь всего, стоит только захотеть. Используй все возможности на своем пути. Делай по шагу каждый день, стремись к максимуму. Покинь зону своего комфорта. Своей работе как к шансу к самореализации. Ведь представь, какую эйфорию ты ощутишь, когда тебе клиент скажет о том, что ты прекрасно выполняешь свою работу, и ты находишься на своем месте. Когда большинство твоих клиентов останутся довольны от твоей консультации. Когда большинство коллег будут обращаться к тебе за помощью. И именно поэтому стоит учиться чему-то новому. Уж совершенствоваться как личность и как профессионал. Ведь если есть желание, значит будет стремление. Ведь много известных людей добивались своих успехов с самых низов, ставя перед собой цели и день за днем, работая над собой, добивались их. Сайтира Хонда был бедным студентом, мечтавшим сконструировать поршневое кольцо, чтобы продавать его, а затем производить для Ториота Корпорейшн. Днем он ходил на занятия, а по ночам по локоть в масле трудился над своей конструкцией. Он потратил на этот проект все свои скудные сбережения, но ему пришлось заложить драгоценности жены, чтобы иметь возможность продолжать свою работу. После нескольких лет упорного труда он в конце концов сконструировал такое поршневое кольцо, которое, как он был уверен, Тойота у него купит. Но когда он принес туда свое изобретение, компания его забраковала. Его отправили обратно в учебное заведение, где ему пришлось испытать унижение со стороны своих учителей и товарищей. Был ли он разочарован? Конечно. Чувствовал ли он себя разбитым? Да. Бросил ли он это дело? Ни в коем случае. Наоборот, он потратил следующие два года на то, чтобы сделать это поршневое кольцо лучше. У него была основная формула успеха. Он знал, чего хочет. Он предпринимал действия. Он проверил, срабатывает ли оно или нет, и если нет, то почему. Он продолжал непрерывно изменять свой подход и проявлял гибкость относительно к решению данной проблемы. В итоге, спустя еще два года, он обновил свою конструкцию, и Тойота действительно купила ее. Это был первый шаг к успеху основателя компании Honda Motor, которая входит в первую десятку в мире среди производителей автомобилей, чистая прибыль которой за 2015 год составила 3,16 миллиарда долларов. Помни, если ты будешь преданным своим целям, возможно все. Спасибо.